Всем привет! Это программа «На выезд» и сегодня мы научим кубанских гомболистов, как правильно снимать стресс после тяжелых тренировок в межсезонье или же загрузим их еще больше работой. В общем, как пойдет, сегодня играем в лазертак. Субтитры делал DimaTorzok Пацаны, у нас точку обжали, вы в курсе? Мы находимся на одной из площадок Центра военно-тактических игр. Сегодня здесь будет у нас мини-соревнование с командой «Скиф», и они попробуют себя впервые в спортивном лазерном бою. Такой смесь фиджитал и спорта, наверное, будет у нас. Наш вид спорта, лазертак, после появления уже набрал огромные обороты. То есть, если еще два года назад у нас было там всего 15 тысяч человек по всей стране, то сейчас это уже несколько сотен тысяч. Сборная команда инструкторов клуба и ребят, которые играют в лазертак, команда по гонболу «Скиф». Сегодня будет у вас, у каждого, спортивный тагер. Вот это контрольные точки. Контрольные точки цифровые. Они считают время владения. Для того, чтобы начать владеть контрольной точкой, необходимо промаркировать ее. Вы подбегаете и вертикально вверх стреляете в контрольную точку. Она загорается цветом вашей команды. Если контрольная точка горит другим цветом, соответственно, синим, значит, нужно добежать ее и промаркировать. Суммарно 4 минуты нужно ее удержать. Сейчас мы с вами будем играть на спортивных настройках, на одном проценте мощности. Один процент мощности – это нужно прямо попасть в повязку. То есть прицелиться и нанести поражение. Что может сказать о своей команде? Какие сегодня у нее преимущества? Ну, вот чисто твои наблюдения. Ну, у нас есть Игорь, я думаю, он может сломать несколько стен. У нас есть игрок таранного типа, я думаю, это наша сила. Вадим – голова, Савелий – скорость, Илья – техника. У нас все совокупность. Теперь по правилам спортивного лазертака, которые мы сегодня будем элементы использовать. Это обязательно, это для нашей же безопасности. Стрельба, как я сказал, любая стрельба, захват контрольной точки, стрельба по противнику, там, стрельба при отступлении, стрельба из-за угла ведется только двумя руками. Положение рук. Одна рука на пистолетной рукояти, вторая либо на рукоятке удержания, либо на цевье. По правилам всегда стараемся целиться сквозь линию прицеливания по противнику. Если вы будете стрелять вот таким вот образом из-за укрытия, как бы это не приветствуется. А, это небезопасно. Б, это нарушение спортивных правил. Здесь нужно избегать контактов максимально. Столкновение с противником, столкновение с сокомальником, столкновение с любым видом препятствий – это нарушение. За это в спортивном лазертаге удаляются поля. Раз, два, три. Готов. Стив, выходи! Что, точка-то не подняла? Ха-ха-ха! Я убил его! Тебя забрали! Я ранен! Тут опасно. Тихо, тихо. Первый раунд ребята провели довольно достойно. Они взяли одну точку из трех возможных. Это на самом деле неплохой результат в ближайшем к своей базе. Сейчас мы поменяем их местами, чтобы они посмотрели всю территорию, изучили ее и попробовали отыграться. На самом деле я ожидал намного меньшего от лазертага, потому что я как бы имею представление, что это. Ну, то есть я сам не играл, у меня просто рядом с домом проводятся, типа для детишек, вот такие вот штуки. И они там бегают просто, скажем так, по парку. И просто за деревьями что-то там пив-пив, убил-убил. Я так смотрел, думаю, ну, что-то как-то тухленько. А вот в таком формате, когда есть поставленные цели, там было очень интересно и прям круто. Мне понравилось. Первое, то, что было неудобно, новая локация. Непонятно было, куда бежать, где какой угол, где какой прострел, было непонятно. Получалось так, что мы убегали, на всех словом стреляли. Было сложно. И полигонцам, как мини-лабиринт такой, то есть надо было изучать все углы, изучать все зоны, которые простреливаются, где сидеть. Мы только в первых, можно сказать, двух раундах как-то изучали все это. Только хаотичные мысли были, потому что дали время на подготовку. Эта подготовка просто свелась к какому-то бесконечному количеству шуток. И все, просто позитивное настроение было, и там побежали кто куда. Мы до этого с ребятами, ну, с командой ездили попробовать пинбол. Но это, конечно же, отличается игра от пинбола. Поэтому попробовали что-то новое, интересное, командная работа. Нам всем понравилось. Мы увеличили в 10 раз мощность игроков этой команды до 10% скифа. И оставили на 1% игроков мейзов. Это значит, что мощность и целиться, и попадать теперь скифу станет гораздо проще, чем до этого. Команды, внимание! Три! Два! Проверка! 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 Пошли, пошли! Пошли, пошли! Там надо бегать, надо бегать! Слышишь? Я у них их блин, вот эту дальнюю на 20 секунд забрал, потом умер. Фух. Максимально настроен был Савелий Шалбанов. Это видно было по его каким-то непонятным рывкам. Но для чего они были? Возможно, они полезны были для него. Но мы с Игорем Михайловичем решили, что это пустая трата сил. Больше всех там бегал на дальнюю точку постоянно, больше всех старался. Ему такая тематика игр нравится, и он бегал больше всех, убивал, радовался Савелий Шалбанов. Что касается быстроты принятия решений, то есть какого-то видения всей ситуации в целом. Вот, наверное, вот в этом виды спорта похожи, потому что в гандболе нужно тоже очень быстро принимать решения. Ну, как, в принципе, и здесь. Кардио надо прям очень хорошее иметь, потому что тут они бегают, дай бог. Приседе надо постоянно быть, то есть всегда на чеку, внимание. То есть прям полноценный вид спорта, я бы сказал. Захватывай центральный, захватывай центральный. Все, чао. Как остаться незамеченным для противника, вот там, на полигоне? С моей комплексой никак, наверное, скорее всего. Поэтому, да нет, ну, наверное, надо больше бегать, уворачиваться, как-то, не знаю, прятаться. Ну, это вот у нас там Чан. Ему, наверное, удобнее было всего. У меня была одна идея, но она оказалась против правил, да, потому что мой рост позволял мне сверху бочи прыгать и смотреть, да, и стрелять. Оказывается, так нельзя было, да. Но, как бы, это была моя единственная идея в моменте. Одно место нашел, было. За стельной я спрятался, получается, у меня был прострел там, и слева отсюда убегали ко мне спиной. Да, нет, если посмотреть, там много мест, где можно спрятаться. Вы, когда заходите в центр, через центральную часть, вы идете всей толпой. Вы, когда прошли вот эту кишку, ваша задача немножко рассредоточиться, а вы один за одним идете. Первое. Второе, вы не сообщаете информацию своим сокомандникам. Общайтесь, кричите, наговорите на базе, не забывайте общаться. Так, отдохнули, парни? Готовы? Смена баз очередная. Я, короче, вот так вот ложюсь, вот так вот пытаюсь, если бы он меня не выцепил, он меня убивает просто. Перекладывай автомат в другую руку, чтобы меньше корпус вылазил у тебя. Автомат? Да. А он, не только он по тебе работает, они всегда двойками. А вы по одному на них вылазите. Меняй позицию, он знает где ты, обойди, уйди или присядь. Два, один, парни, все нормально, все хорошо, двигаться стали лучше, но вы забываете опять общаться. Далее, вы видите, когда вы к точке подбегаете, вас с трех сторон помолотят? Когда ты работаешь из своего сектора, у тебя твой сектор защиты, противника ожидания, должен быть еще и сектором хотя бы 30 градусов наблюдения за одной из точек. Скиф, голову прикинайте, вы над бочками видны. Давайте красные и синие тоже уже устали. Блин, ну у них и выносливости для капец просто. Сложно было победить профессионалов, наверное, но мы понимали, что мы все-таки дилетанты в этом деле. Может, первые раунды было досадно, а потом уже как-то приняли судьбу и играли уже в удовольствие. Если честно, мы уже несколько раз договорились выбрать тактику перед игрой, но у нас что-то не получалось. Мы просто бегали, но не понимали, поэтому тактики особо не было на игру. Больше всего было непонятно, когда ты стреляешь, у человека она вроде мигает, ты стреляешь повторно, ты не попадаешь, а человек в тебя попадает. Может, потому что они этим занимаются, конечно же, а мы в этом деле не профессионалы, а не профессионалы. Поэтому, наверное, так и происходило, но это меня немного злило. Тренер говорил, что проводятся именно чемпионаты, и я удивился, что они, так скажем так, тщательно к ним готовятся. То есть, прям как у нас тренировка, там полтора часа, по два часа, прозвучала фразу, что какая-то ночная тренировка. Это просто загруживает уважение. Закончили боестолкновение. Счет у нас получился 10-2 общий. Каждый вид спорта имеет свою специфику, в которой парни тренируются и нарабатывают. Сейчас выпусти наших в гонбол, они скажут, а как его пинать. Наверное, единственное, что вы про гонбол знаете, да? Песню. Песню. Я думаю, никто не ожидал, что будет так физически энергозатратно. Ну, не для всех, конечно, некоторые просто стояли на базе, как бы. Но физически энергозатратно, да. Спасибо большое тренеру за то, что нас сегодня направляли, помогали. И, в общем, это очень интересный опыт, я думаю, может быть, в будущем еще мы повторим как-нибудь уже в рамках именно нашей команды целиком. Ребята, ну а вам спасибо за классную работу, командную. Дайте пятерочки. Это была программа «На выезд». Обязательно смотрите нас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok